ну что что-то не очень вас это за фотография застыла вот так видно так я слышал вы что-то там хотели спрашивать я прошу ничего личного не надо потом отдельно перепишемся вы так слушая внимательно у нас все записывается выставляется в интернет ничего лишнего если говорю вы поняли согласны отдельно потом что вас лично вы напишите я внизу напишу вам слушаю вас сейчас я тут у меня два вопроса есть но а потом как мы можем прервать беседу я перезвоню и по skype поговорить потом мы поговорим у нас сейчас уже 6 часов 56 ну еще время будет поговорим после этого я отключу и отдельно тогда поговорим говори у нас у нас три ночи по моему храм идем значит вот у меня такой вопрос значит когда иисус христос говорил петру что на 7 ну на 7 камни создам церковь рота ада не удаляют и и так же он говорит найду ли веру свою то есть как это вместе сопоставить там грит что не одолел а потом как бы сомнение что будет ли вера его то есть не могу понять но почему сомнения то он дает людям задумываться я говорю я приду к вам вы дома будете это не означает что я сомневаюсь вас или в этом-то а я хочу от вас узнать во первых сомнений никакого нету бога сомнений нету вера много но сколько ереси говорит 21 тысяча сегодня насчитывается да господь то говорит о своей вере который он оставил евангельскую чистую а не то что там придет мартин лютер там через 15 столетий баптисты адвентисты и конфессии динаминация то все ереси не об этом он говорит а церковь которую создал она устоит ли в той истине вот сегодня выставили ко мне на форум одна девочка считает стихотворение прослушать советую на сегодняшнее событие дня но сегодня у нас 19 потом это через я в события дня ну через где-то не может не 10 будет я-то стихотворение там все выставляю где что в россии делается и и как дальше будет будете какая вера когда православие то один процент ходит фрам то и те которые ходят то ничего говорить не знают как вы виноваты осипу орден дают и осипом сегодня там показываю какой он есть и поэтому когда говорит к на камне с ним речь идет не о петре а которое исповедание он дал говорит ян златоуст ты христос сын бога же вот на этом исповедании его и строится церковь они на петре петр то после этого отрекся какое-то какой камень то камень недвижимый христос его после это называет еще сатаною ты отойди от меня сатана ты мне соблазна ибо думаешь о том что человеческое так что нигде тут противоречия нет но по факту получается ведь наоборот все я смотрю православные очень не любят слово божие ну просто который под арка и даже те которые говорят что мы верующие вот у меня есть несколько примеров я много по домам хожу и ну и раздаю тем вот и ваши книжки там напечатал которые и евангелие эти красненькие и люди попадают верующие то есть вот ну как воцерковленные вот такие всякие истории бывают что вот допустим сейчас работал у женщина или женщина назовем она болела раком она уверовала исцелилась но я и дал книгу вашу вот эту первый том толкования она и пролежала у него полгода она ничего не почитала она сказала ну я не потянула а потом в беседе узнаю что на и курит ну конечно одевается ну вся накрашенная разукрашена я говорю вот это нельзя это то есть я у нее долго работал там два раза паркетные полы делаю там реставрирую крашу шлифую вначале был летом по теперь зимой у него был то есть через полгода изменения никаких не произошло и я говорю вот евангелие евангелие она а вот там у святого отца вот я святых отцов а вот батюшка мне а евангелие как запечатано я просто чему бы это вот православные и везде так вот я сколько по домам ходил и они единомышленника не встретил но единственно что где встречаются они у сектантов то есть они любят слово что происходит я не могу понять или сатана очень сильно с православными работает она на сектантов не смотрит они может считают как погибший уже потому что вот сейчас вот тоже я там смотрел ролик про попов наших там к там как пьяный поп вывалился с автобусом мне и я приятно и вот прямо на него смотрю и слезы наворачиваются я вижу что это наш батюшка но он настолько над ним сатана потрудился что он вываливается пьяный из автобуса люди его вытягивают за рису эту зарезу его и баптиста такого ты не увидишь или там к адвентиста кого там кто там к секты какие если я не знаю мне кажется те кто слова любят они то есть или это на самом деле сатана трудится с жестко над православными потому что видно ярко выраженные грехи именно у православных батюшек если так посмотреть интернет посмотреть что к чему ну не конечно не все но не знаю что то вот такое непонятное состояние на самом деле уже веры нету ну сказать что они любят православные вы у нас были у нас любят православные библию а пока вы покажите еще где есть такие ну вот и все павел гортия обратился поэтому еврейский народ не отвергнут а показывать на свое обращение я говорит из рода из колена вениаминова он одним доказательство сделать и затаус об этом говорит весь город развратился и говорят советская власть нас не учили папы не учили папы пьяные но один хотя бы есть спасенный то один на город если один есть на суде божьем он обличить всех и вы могли прийти вот весь ответ еще на него смотрят по пьяный он свое получит написать на архиерею съездить к нему и сказать чтобы у него убрал он должен запретить его пьяницы царстве божий не наследует собирай кружок учили людей полностью лайшно сели ей фундаментом она там не хочет она за новый завет не считает толкование дал первый том толкование блаженов эпилакта это не моя книга то то есть она у нас издана только если первый том открытым оком это моя новый завет разве это моя я не автор и вы делаете это все что вы говорите все правильно я все это вижу но ты работай вот апостол павел приходит в коринф а что какая разница куда идет город коринф ты посмотри по карте где он находится там тысячи блудниц которые профессиональные блудницы были этим еще поучиться надо и он образовывать там общину потом говорит называет их святыми агут вас блудодеяние с которому язычников даже нету пятая глава первое послание коринфянам то и несмотря на это уже не бросил а был такой человек одна вот у нас ян златоуст на первом месте а у западной части церкви так у католиков латинианта у них иероним стридонский это у меня предисловие книги к истинному православию 420 году умер он и он написал книгу или большой трактат о а нравственности священства и он говорит так как будто с вами сидел за одним столом когда книга это его вышла там труд его от него отвернулись все и друзья и все отвернулись ты что делаешь что ты написал ты церковь мать раздел до гола как они говорят кому церковь не мать тому бог не отец карфагензова карфагена капилляна карфагенского они цитируют язычники от руки переписывать ее труд размножают ксерокса то не было еще он открыл все что делается зачем скрывать это язва она должна быть выжжена кто на него говорил когда он правду говорил то ни одного нету а имя его у западной церкви такой же как у нас златоуст он перевел библию на латинский язык вот это вот публичное открытие библии для всех было и он открыл без этого нам нельзя никак слово божие живо и действенно а на мече бою до острова он их убеждает а все отвернулись на него готовые не знаю как а во времена денисия александрийского написано народ был настолько невежественных что и во время этого иранима стридонского такой невежественно что православных считали еретиками а еретиков православными все перевернуто было да действительно сказали правильно они чего он будет с сектантами трудиться то они ему и так покоряются они не церковь священства нету а священство то главное звено по которому сатана бьет а что так и было так и было так и было вот считаем мы 1581 год если не ошибаюсь стоглавый собор председатель 15-летний иван грозный иван васильевич и там правила есть такие священники чтобы пьяное запрещать а а говорит священники пьянствуют дерутся между собой до крови до крови бьются но правило было такое что только камелавка у него не упала на землю когда дерутся чтобы как камелавка не слетела и тогда ведь народ русский приспособился батька не такой они его говорят берут камелавку снимут на забор повешают его от мутузит как следует потом наденут на него опять русский народ говорит добрый готов лежит батюшка в грязи они поднимут его отряхнуть его батюшка благослови и он кое-как благословит это благословение будет действовать он получит свое ты свое я ему сказал он не принял я пойду к другому или что-то но так не оставлю я архиереев донимал очень сильно когда видел священники отступают и и что менял решительно менял при том в один день архиереи надо работать ты его увидел священники такой сразу докладной напиши не принимает теперь правящими архиереи не дошли псенот патриарху и встряхнуть его на ноги может встанет а это еще за углом шептать то вот так дорогой еще вот игнати про то что вы говорите там организовывая кружки то да все православных как-то тяжело и ну тяжело а вот вот мы же на занятия выходим к сергею до сергея выходим на занятия по изучению библии но я да но и и получается что еще есть возможность выходить но как вы называете сектантами да ну я выхожу там в 5 утра там иногда выходил и в 7 часов там ведут собираются там ваш там тоже знакомы то как вы считаете стоит ли там участвовать или не стоит а кто мои знакомые там у вас все знаю там из белоруссии из америки парень потом олег сват андрусенко андрей рогачевский мой друг не православный андрусенко отказался от православия а олег сват еретик ты кого собираешь то никогда не моими не были а лена сват и тут закрыли потому что он плетет что попало так что я говорю что они только знают что я есть это есть люди которые поносят меня но это это они помощники враги нам лучшие друзья не надо туда ходить там ничего не надо собирать эту блевотину потому что это или теки они тебе наложат такое что все сгниет в башке с ленину в башке как пишет маяковский я не я сам не собираю то они собираются я присоединяюсь не присоединяйся не ходи написано блаженный же не ходит на совет нечестивых зачем ну там есть православные еще два человека два православных есть выведи их оттуда они заражаются пусть приходит там где проповедуется слово божие не ходи делать там нечего и сидишь выслушаешь время тратишь они начинают яд очень медленно действует вот ворон ворону какой ящерица большая то бык стоит он его не боится он быка за ногу раз теперь только бык еще еще не замечает чувствует плохо поднимается идет шатается он за ним идет следом бык падает умер показывает в интернете варан это вараны сидят отойди от них они не имеют себе благодати слова благодать дана там где священство где благодать богом дана они выдумками человеческими они ищут там где вот этот нравится хорошо не трогают олег сват зачем туда идти он пусть себя сбросить сантиметр лишний сто восемьдесят килограмм весу но они они библию изучают тоже читают 21000 разных ересей разных ересей которые называются деноминации конфессия и все изучают а еще и изучать когда она изучена уже ее надо теперь только брать по святым отцам а они этого как раз и не берут не берут а это им не надо они канона ни одного не соблюдают собора отвергают никео царь и градский символ веры не нужен это еретики злостные ветки которые не просто в заблуждение которые знали и попрали истину отойдет их попросил бога прощения и покайся перед священником что ты слушал их это очень серьезное дело иначе ты потерянный будешь а у меня вот смотрите как с ними и общение такое непринужденно все вроде неплохо но вот я когда сергей выхожу с библии когда вы читаете да мне легко как-то на сердце а когда от них ухожу я как будто отнялась здоровья будет наоборот если будешь слушать это все перевернется то на тебе неприятно будет что ты здесь был потеряевки там крещение принимал он все это будет хулить олег этот сват он хулитель страшный а александра огорчили он хороший человек я считаю у него это будет временное помутение он все бросил я один пока где уже пристал я говорю не будешь ты один сидеть вот своей голове дает предпочтение всю церковь отброшу златоустный проповедник он все отверг его обидели он очень хороший человек но слушать его уже ник никому не посоветую потому что я его не знаю что где вот находит он нашел там если он не православного сразу его восхваляет вот хороший человек там то другой вот этот поет какой-то там мы что симон поет ходит там по берегу ходят и здесь не мое кого-то он исправил нет вот сегодня я выставил материал один вот сегодня на событие про одну девочку она читает я даже мог бы сейчас сказать как она называется там ну на наш форум зайти в форум она стихотворение на форуме не на видео канале на форуме и там вставлено это и я ее разберу на форуме в монастыре одна девочка шестилетия считает стихотворение о гибельности церкви какое что делают люди но она встанет говорит мы верим в это это эритики отойди больше никогда не заходи к ним близко на исповеди священнику скажи что ты с ними сидел рядом это гибельно вы мои руки говорит и рот прополощи святой водой это злостные эритики слуги дьявола последователи дофана верона и корея они никто никто это от щепенцы мне православия никуда и вот познал московской патриархии благодать тут и держись а то патриарх не такой священник не такой а ты такой вот только этому подводят а ты потрудиться что ты принимает вот и поприще открыто вот потеряете вилках мы дороги делаем пруды трудно ты сам работал да трудно на новом месте все рождается ни одного мата не пить не курить не материться не лгать не воровать одно единственное селение на россию трудно ну конечно трудно ворует все да ворует на воры пойман и сейчас уже не ворует понятно да еще мало того эти воры начинает вверх бы надо заглядывать игнатий тихонович а у меня еще вот такое размышление было вы говорили когда ездили в автобусе или в трамвае там электро лебусе вы сразу проповедовали или нет а чего вы раз порно начинали вот люди стоят своими мыслями заняты и вот вы чего разговор начинает я начинаю с того что я доверяюсь богу запомни это и я каждый день благодарю бога что он мне дал там какой я был два года три года благодарю тебя господи за тот день в которой дам не веру в тебя страх божий 100 ожидания суда божия я благодарю бога и поэтому во мне это все время живо но только растет увеличивается страх божий перед богом я захожу я благодарю бога господи благодарю тебя за день в который дал мне в руки святую библию и указал на толкование святых отцов православной церкви я каждый день благодарю что я православный я захожу сел только господи иисусе христе сын и божий помилуй меня грешного этот симон по горам там шляется он никогда не будет молиться он нигде он еретики а люди не понимают ой поет хорошо кайфуют там сиборитствует гурманы вот пене пене прекратить петь когда весел то дай пой пой там когда тебя посадят как павел вузах и тогда от пени люди будут обращаться а это только так что я буду ходить петь там снимать будут я на коня сяду от коня то ни одного не имел никогда если я у меня коня и за ним ухаживаю навоз вывожу пою его пасу короб на нем и вот я перекрестился сидим мы за столом даже на работе стол я перекрестился мужик напротив чё тебе бог лишний кусок мясо даст у меня один хлеб только выдать а я на стройке работаю а я молчу сижу у меня вода налита с собой великий пост и два куска хлеба работают тачки бетона возить на второй этаж там руки дорожат но я сильно очень был время спортом занимался а рядом мужик сидит чё ты его слушаешь дай ему в морду а то рядом со мной кому мне тот разворачивается этого их мужики схватили обоих из вагончика выбросили там пурга идет я доел и пошел сатана везде так если вагон сели я сел перекрестился мир вам все сразу смотрят я также заходил в камеру всегда внимание всех сразу привел первая секунда неполная секунда господи иисусе христе сыне божий помилуй мне грешно не сюда руку суй как путин или патриарх чтобы крест был у тебя полный то так мир вам зашевелилась в дыму там как черви едва видать так кто такие я христианин православный давайте в нас время мало послушаем что нам христос скажет сейчас и начинаем свидетельствовать все ты его бог дал мне памяти я в местописании начинаю говорить все внимание захвачено бывает иногда вот это восстанет и ушихнут а ну замолкни гад прям жми по село по помело свою вылез тут на него все однажды сели я сел перекрестился ну что веришь бога что ли старик доверю да где он твой бог я вам вы знаете что есть тьма и свет ну да но есть зло и добро ну да но если бог есть то и дьявол есть валан то говорит как не бога не делала нет а сам дьявол и сидит здесь я говорю вы дьявола видели если бога бога нельзя видеть но дьявола то можно увидеть давно а если грудь дьявола увидите вы поверите что бог есть ну да ну необычное какое-то начало я говорю а в электричке едем там сиденье вот так вот и дальше все пространство там ни сиденья ни плацкартов еще нету я говорю как только дьявола увидите сразу скажете что есть бог странно довольно ну а если не увижу не увидишь так дьяволом будешь ходить он сейчас покажется тебе он здесь с нами как раз едет я его вижу где он да вы что ты даешь дед ягра слушай внимательно я тогда поднимаюсь к народу вот так вот люди послушайте пожалуйста вы хотите интересно есть сказки сказки северных народов есть южных народов и их редко встретишь в печати где то серду делать не еще давай гони старик я говорю знаете есть еще еврейские сказки люди называют да нам праздницы нет хоть и еврейские аркадий райкин вон как их вы смею там задорнов и евреев то ну ладно я говорю так это называется книга целая книга вне 77 книг еврейские сказания и начинаю евангелие от иоанна 3 глава 16 стих ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий не погиб но имел жизнь вечную а 36 стих там по стихам горы разбитый говорит верующий сына божий иметь жизнь вечную они верующие не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем один стал заткните ему рот что он тут агитация занимается я сел этому человеку ребятам вот он вылез я северная южная эстонские скандинавские я знаю сказки он слушает про троллей будет слушать но еврейская сказка не пройдет почему это небо вы их сказками называете видели от мужчина подойдет скажи чем закричал я его что-то трогал и никто не против но я начинаю тогда свидетельствовать говорить вот мужик один подошел рядом со мной сидит узник за слово божие приговоренный был свое время к расстрелу у меня друзья такие всю войну прошел на передовой начальник радиостанции ракосовского константина константиновича его сын потерять и живет устина александр иванович он сидит рядом подходит мужик а в руках у него какие-то там апельсины или мандарины еще где-то трепишься схватила так вот за бороду меня за бороду до конца до конца пендрик м у у у Продолжение следует... 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 Спасибо, Христос!